Друзья, пару-тройку человек после голодания задали мне один и тот же вопрос. Ну, в разных проявлениях. Вот, я хочу его сейчас немножко осветить. Симптомы после голодания. Симптомы после голодания. Произошло следующее. Человек закончил голодание, вышел, начал питаться, и у него понос. Какой-то симптом, да? Или закончил голодание, начал питаться, и у него прыщи вылезли на лице. Или закончил голодание, начал питаться, а у него там что-то болит. Что-то болит, что-то там происходит с ним, да? Что это такое? Смотрите, наш организм, он существует здесь, на этой планете. Это то, что ученым известно доподлинно, факты раскопок и так далее, да? 50 тысяч лет. Не 20 тысяч, вот, да, там, 21 век, а 50. Вот, но я думаю, гораздо дольше. И все это время наш организм, он учился жить здесь, учился, и учился справляться с агрессивными условиями среды, с различными инфекциями, с различными болезнями, там, с дикими животными, с холодом, с жарой. Он учился, приспосабливался, вырабатывал какие-то механизмы, чтобы выжить. Вот, 50 тысяч лет. И сейчас, когда мы ему даем что-то хорошее, например, марафон по голоданию, что-то, что его оздоравливает, что-то, что избавляет его от токсинов, наш организм, он очень жадный до этих вещей. Он сразу пытается все получить, вывести из себя все токсины за раз, за одно голодание. Избавиться от всех болячек, понимаете? Он все механизмы запускает иммунную систему на полную катушку, чтобы максимально, потому что он же не может знать, там, будете ли вы еще голодать. Он думает, вдруг это последнее голодание, которое вы делаете в своей жизни. И он старается максимально все от него взять. Соответственно, вы голодаете, а вы голодаете первый раз, например. Особенно те, кто голодает первый раз. Вот. И ваш организм, он, вы ему дали такую возможность, да, и он пытается максимально-максимально себя очистить. И вот у вас уже голодание закончилось. Вы уже питаться начали, а процесс чистки продолжается. И вы два дня после голодания прошло, вы уже пищу принимаете, а из вас все вылетает. Почему? Потому что организм хочет продолжать очищаться. Это очень легко исправить, если вы просто более плавно будете выходить, там, ну, не сразу там на еду набрасываться, да, а еще сделать полдня перерыв питания. Полдня. Просто, вот вы начали сок пить, да, начали салатики кушать. И потом раз, и еще полдня не кушаете ничего. Ну, просто небольшую передышку, чтобы это более плавный был выход. Вот. И организм успокоится. Но, с другой стороны, организм начал с вами общаться. Он вам четко показал, в каком он состоянии находится, и сколько в нем содержится вот этого всего грязи, токсинов, ну и, простите, дерьма. Соответственно, что вы должны делать, если ваш организм вам конкретно говорит, что мне нужно еще? Ну, дайте ему это. Приходите повторно на марафон. Делайте это до тех пор, пока эти симптомы не исчезнут. Всем удачи, друзья. Слушайте свой организм. Продолжение следует...